Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры, в третьей очереди, жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Новый год начинается с подарков. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин поздравил маленьких жителей своего избирательного округа. Правила пользования землей разработаны, прошли публичные слушания и с 1 января они вступают в действие. Как избавиться от непрошенных гостей? Прошло очередное краевое селекторное совещание по вопросам с нелегалами. Сострадание, помощь и понимание. Анапчане помогают семьям пострадавших и погибших в Чеченской республике. С приближением Нового года люди стремятся успеть доделать делам, погасить долги, купить подарки и сделать приятно тем, кого любят, ценят и стремятся помочь. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин продолжил помогать анапским семьям. Дед Мороз еще только готовит подарки, а депутат ЗСК их уже раздает. Николай Иванюшкин в канун Нового года посещает семьи, которым уже оказывал помощь. С семьей Горшковых знаком давно и без подарков никогда не приходит. Старшему сыну Марку Дед Мороз тоже передал подарки, аудиокниги и сладости. С Новым Годом! Хотим пожелать, чтобы у вас все было, здоровье было, детки, чтобы радовали как-то, чтобы получалось все и у маленького, ну и со старшим, чтобы проблемы тоже лишались. Мы всегда будем рядом с вами и в меру сил и возможностей будем помогать. С наступающим Новым Годом! Педагог по образованию Анастасия Горшкова профессиональную деятельность продолжает в рамках собственной квартиры, в которую они переехали три года назад. Она стала личным учителем для сына Марка, пораженного синдромом ДЦП. Такие дети требуют повышенного внимания и заботы. Несмотря на занятость, хозяйка встретила гостей вкусным тортом. За чашкой чая поговорили о проблемах, достижениях и важности своевременной помощи, которую оказал депутат ЗСК Николай Иванюшкин этой семье. Когда сломалась специализированная дорогостоящая коляска, семья обратилась к депутату и вопрос был решен практически мгновенно. Такую сумму вот так вот взять и найти, когда вся семья в кредитах, естественно, все вложено. И это было так важно. Это такая огромная была помощь. Весна, май и остаться на все лето без прогулки. А для нас это просто жизненная необходимость. Нельзя маме оставаться одной с этими проблемами. Вы так хорошо это понимаете. 26 лет руководил Федеральным детским центром «Смена». И мы принимали детей больных, самых разных, в том числе ДЦП. И знаем, как сложно и трудно. Обычно кто же страдает в первую очередь? Это, конечно же, окружающие люди рядышком. Они уделяют все внимание, отдают все свои силы и здоровье для того, чтобы как-то своего малыша поддерживать. Поэтому, Анастасия Валентиновна, нам очень приятно сегодня у вас быть, канун Нового года. И хоть немножко принести вам позитивное настроение. Очень много, очень много. На второго ребенка часа Горшковых не решалось долго. Теперь двухлетний Сашка добавил приятных забот и без того вечно занятый со старшим сыном маме. Уходя, депутат Заксобрания Краснодарского края Николай Иванюшкин попросил Анастасию Горшкову обращаться за помощью. Помогут всегда. Вадим Родин, Анапа Регион. И к другим темам. В Анапе прошли публичные слушания по правилам землепользования и застройки. Это завершающий документ градостроительства. Он будет принят на последней сессии Совета в этом году. А с 1 января Анапа продолжит строиться, принимать инвестиции и развиваться по законам и в соответствии с правилами пользования землей. Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. До утверждения правил землепользования и застройки в обязательном порядке по их проекту проводятся публичные слушания. Определяющим документом для правил землепользования и застройки является решение генерального плана. Один из разработчиков новых правил Антон Широкородюк рассказал, как они могут помочь решить накопившуюся проблему курорта. Внесли довольно-таки много изменений в федеральное законодательство, нормирующее, внесли много изменений в наше краевое градостроительное законодательство, которое как раз нормирует плотность застройки максимального земельного участка, количество опять же зеленых насаждений. Все это расчетные показатели благоприятной среды жизнедеятельности. И цель градостроительной документации как раз создавать именно благоприятную среду жизнедеятельности. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. На карте в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий. Границы территории объектов культурного наследия. Присутствующие в зале получили ответы на все интересующие вопросы. Были и моменты, которые нужно дополнительно рассмотреть, и понимание присутствующие получили, и замечания мы включили в протокол. Как я уже говорила, ряд предложений поступало в комиссию перед подготовкой сегодняшнего предприятия. Проект правил землепользования и застройки будет вынесен на очередную ближайшую сессию Совета депутатов муниципального образования «Город-курорт Анапа». Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа-регион. В администрации города прошло очередное краевое совещание по борьбе с нелегальными рабочими мигрантами. Усилена работа контролирующих групп. Особое внимание при проверках уделяют стройкам и старым жилым помещениям. Отчитались за неделю представители Новороссийска и Кореновского района. Замечания, данные этим округам, относятся ко всем участникам селекторного совещания. Указания департамента края усилить работу по взиманию штрафов с нелегалов и с последующей отправкой на родину нелегалов носителей опасных инфекций, таких как ВИЧ, туберкулез и других. Ротом ДПС всех округов дано указание проверить общественный транспорт, вокзалы, аэропорты, так как на праздники ожидается массовая миграция, и среди иностранных граждан и россиян, прибывающих в Краснодарский край под видом отдыхающих, могут приезжать желающие подработать или остаться на юге нелегальным путем. Особенно это указание касается прибрежных городов-курортов, таких как Анапа, Сочи, Новороссийск, которые по-прежнему остаются самыми привлекательными для иностранцев, на чем также акцентировал внимание силовых структур и ведомств заместитель главы города-курорта Сергей Козлов. Обследуем одна улица, вторая, идем по порядку. То есть мы зачищаем город от всего, что есть сегодня, связанное с правонарушением в свете миграции, и не только миграции, этой торговли, все подряд. Мне не интересует, что важен эффект, вычистить к курортному сезону. Город должен быть чистый. Просто я в плане преступности, в плане того, что кто-то склонен к преступности, профилактике, оружие, все должны мы проверить досконально. Сергей Козлов призвал участников селекторного совещания усилить в преддверии праздников работу по выявлению нарушителей миграционного законодательства. За Анапой должно остаться звание безопасного курорта России. Еще раз напомнил, что работу с незаконными мигрантами продолжат до наведения полного порядка во всех населенных пунктах Кубани. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. 11 декабря в России день памяти воинов, погибших в Чечне. Пострадавшие и матери погибших никогда не забудут, какой ценой участники военных действий отстаивали мир. Наш следующий сюжет о людях, которые всегда протягивают руку помощи нуждающимся и понимают, что такое потери и боль. На глазах слезы, а в душе боль от невосполнимой утраты. Вспоминать погибшего сына всегда тяжело, говорит Лидия Константиновна Бондаренко. Еще в школе ее Олег мечтал стать военным. По окончании 10 классов подал документы в военное училище. В сентябре 1982 года его призвали в армию. С декабря начал служить в Афганистане. В этой республике он брал не одну высоту. Прошел 33 боевых операции. Прослужил полтора года. Погиб во время боя от роковой пули. Олег Бондаренко награжден орденом Красной Звезды. Посмертно. Его имя занесено в Книгу памяти. Каждый год в декабре в сквере боевой славы на митинг рэквием собираются те, кто принимал участие в локальных войнах, а также матери и вдовы погибших солдат в республиках Афганистан и Чечня. Года идут, но боль утраты не оставляет. Анапское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане для них большая опора. Председатель отделения Павел Саркисьян, как никто другой, знает, как нужна помощь тем, кто в результате локальных войн стал инвалидом и потерял родных. Он тоже служил в Афганистане, в Кандагаре, в воздушно-десантных войсках. Получил ранения, был контужен. Общественная работа, конечно, нелегка, но делать ее надо. Здесь протягивает руку помощи всем участникам локальных конфликтов. Очень много ребят, которые пришли после боевых действий инвалидами, и нужна была помощь юридическая, и такая помощь материальная. Вот решили создать организацию. В 99-м году мы ее создали. В следующем году Анапское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане отметит юбилей. Ей исполнится 15 лет. За эти годы организация окрепла. Появилось и больше людей, неравнодушных к чужой беде, готовых оказать спонсорскую помощь. На данный момент инвалиды ежемесячно у нас получают денежки, ежемесячно к пенсии. Семьи погибших помогаем и памятники делать, и ремонты в квартирах, и медицина, лечение. Нас посылают в госпиталь на лечение. Если я захочу, я уже была. Но еще надо мне поехать, только позвони, сразу мы сделаем. Госпиталь бесплатный, и лечат там бесплатно. Обслуживание, все там можно сделать. Если операцию надо, все там сделают. Нет проблем и с приобретением лекарств. Предприниматель Анатолий Джангирян на протяжении нескольких лет обеспечивает нуждающихся медикаментами. А накануне праздников первым сделает звонок и спросит, что нужно. К нам обращаются матери, погибших в Чечне и в Афгане. Заказывают у нас препараты. Препараты от головной боли, давления, суставы. Заказываем мы им по себестоимости. Также всестороннюю помощь тем, кто исполнил свой интернациональный долг, оказывают и депутаты Совета города-курорта. Матери, потерявшие сыновей в локальных конфликтах, довольны работой Анапского отделения. Мечтают о санаторно-курортном лечении. Они очень надеются, что это желание непременно в новом году сбудется. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Артем Зиборов. Анапа. Регион. Медиагруппа «Анапа» готовит подарки к Новому году. Участвуйте в наших проектах «Письмо Деду Морозу» и «Стих на табуретке». В этом году участников ждут новые сюрпризы и подарки. В обмен на оригинальное новогоднее поздравление, которое нужно прислать на почту морозсобаканапарегион.ру Подробности и условий конкурса смотрите на нашем сайте anaparegion.ru Здравствуй, Дедушка Мороз. Есть у нас к тебе вопрос. Почему одет раз в год? Криллый пластник – Новый Кот. Если есть такой вариант, пусть его чуть-чуть продлят. Кто потакать, тебе принес много-много. Здравствуй. Воз. Воз. Все. Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумай новогоднее стихотворение. И пришли на почту anaparegion.com Подробности на сайте anaparegion.ru И в завершении выпуска вам прогноз погоды на завтра. В четверг, 19 декабря, в Анапе будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем 2,4, ночью 1,2 со знаком «плюс». Ветер северный – от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление высокое – 767 мм рт. ст. Температура морской воды в Анапской бухте – 3 градуса тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин